Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И меньше народ понимал, что это за Елена Она дышала своеобразным образом, как он говорит Дышала Она дышала из-за того, что был разогрет сам по себе реактор А после того, как в него бросили борную кислоту, каучук, цвинцовые чушки Он, конечно, температуру свою понизил, этот реактор И в связи с чем прекратился нагрев крышки, его крышки и Лены Крышка была поднята взрывом Каким? Первым, вторым или третьим взрывом Одним из взрывов, который прогремел и прогремел в первые секунды аварии Это штаб УС-605 Управление строительства номер 605 Оно было создано специально для ликвидации аварии И в этом управлении, надо отметить, был максимальный порядок Это управление создало Министерство среднего машиностроения Которое курировало всю атомную промышленность и атомные АЭС в России Сейчас в России А в то время Чернобыльская станция была передана Минэнерго Украины Единственная гражданская станция, атомная станция Которая считалась первой ласточкой И претендовала на звание одной из крупнейших в Европе Вот обратите внимание, как у них фотографии подшиты У-605 Тогда по каждой фотографии работали ЧК Особенно реакторы его окрестностей следили Комитет государственной безопасности И они проверяли у каждого уезжающего Нет ли у него фотографий Но мне КГБшник один приносил фотографию С целью определения того периода, когда она была сделана Очевидно, эта фотография была отнята у кого-то из партизан Партизаном звались резервисты Те, которые признаны из народного хозяйства И отслужили армию примерно 10 лет тому назад Им было по 30, по 40 лет Они, каждый партизан-резервист имели семьи В семье обязательно должны были быть дети Такое было условие Министерства обороны Спущенное это в виде письма военкоматам Разъясняющим как раз Кого надо призывать, кого не надо призывать А это название дал народ, который участвовал В ликвидации последствий аварии Мы, поскольку тесно работали с этими военными Мы их партизанами и никогда не звали Звали их по имени и отчеству Это старших офицеров Младших офицеров по званию Ну а рядовой состав Просто не было времени Знакомиться с ними Поэтому мы их звали пофамильным Во всяком случае я помню этого подполковника Который меня спрашивал Когда эта фотография была сделана Но фотография была сделана вертолетчиком Это явно сверху, потому что съемки были Конечно! Ты слушай! У тебя связь с этим самым действием? Вот еще немножко дымление идет Это сколько дым? Это 6 мая еще Так В первые дни, судя по выбросам И по изоморфной формуле Плутония Можно судить, что здесь температура достигала В центре этого реактора Несколько миллионов градусов Такая форма плутониевых окислов Могла формироваться только при высокой температуре Ну так говорили большие ученые нам Вот он как раз перевернул фотографию На ней 14 мая 1986 года Путем заброса вот этих чушек Дроби, доломита Ну и естественно реактор выгорел Часть топлива и графита И температура реактора существенно понизилась Почему радиация упала? Раньше радиация была там Буквально где-то до 300-500 литров А сейчас эта радиация осталась уже 4 литра Там 70-70 литров Это вот начали цемент уже заливать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова